Здравствуйте, друзья! У нас с вами в кадре Ирина, которая приехала нас навестить из далекого, ну или близкого, Орегона. Сколько езды? Вы на машине? Ну, мы прилетели на самолете. Полтора часа и мы здесь. Так вы как бы зритель нашего канала, да? Да. Вот это как бы такой случай, когда зрители, проезжая мимо, заходят, как в мавзолей, посмотреть на останки. А фейсбук вы тоже заезжали в гугл? В фейсбук не очень, нет. То есть, сейчас уже такое время, что в фейсбук и гугл никто не заезжает, сразу к нам? Да. Так вы как давно в Америке-то? 23 года. О, прям как мы, почти. Так, хорошо. Откуда приехали? Из Киева. Да вы что? Да. Где вы там жили в Киеве-то? Жила на улице Саксаганского. Конечно. Понимаю. Да. И как вам в Америке, в Орегоне, как вам тут? Чудесно. Так живы. Было непривычно поначалу, потому что все-таки Киев огромный город. Так. А вы не в Портланде живете? Мы в Портланде живем, но в Портланд. Так тоже большой. Большой, да, да. Очень хороший город и культурный город. Рыбка там, рыбку ловит? Рыбка обалденная у нас. И у нас все занимаются рыбалкой. А правда? А в Коламбии-Ривор или на океан? В Коламбии мы не очень любим эту рыбу, потому что там все-таки коммерческие предприятия, и они сбрасывают туда, как бы, свои отходы. Сюда осетра везут из Коламбии-Ривор. Такой осетр. Осетр роскошный, да. Там какие-то ограничения на него есть. Но у нас много очень рыбы в магазинах. Там мы и ловим, собственно. Ну что же, значит, кроме природы там всякой... Слушайте, а грибы у вас там есть? Да, да, все русские ходят. Сейчас есть грибы? Уже пошли? Думаю, да. Я не грибник, но у меня друзья. Собирают грибы. То есть можно прожить, не работая. То есть не работая, но здесь моя профессия будет мешать, потому что я как раз устраиваю людей на работу. То есть вы типа нас, как бы, по-своему. Что-то похожее. Мы не школа, конечно. Мы консоршиум шести non-profit agencies. У нас есть parent agencies. И моё parent agency – это Immigrant and Refugee Community Organization. Это очень старая, огромная организация. Слушайте, а есть такое. Вот приехал человек. Вот у нас же на канале, понимаете нашу аудиторию. Да. Потому что вот приехал человек, с луны свалился. Есть люди, которые просто грин-карту выиграли. Есть такие, что там по браку как-то воссоединились. Есть люди, которые приехали, я не знаю, как угодно и подают на политическое убежище. Вот для этих вот категорий людей есть что-то такое, куда они могут пойти и им помогут? Конечно, безусловно. Очень много агентств, очень много non-profits. Даже для нелегалов? Для нелегалов это сложнее, потому что… Фондов нет. Дело даже не в этом. Нелегалы у нас пользуются какой-то, может быть, экстренной медицинской помощью. Это им окажут. Ну, потому что в Америке везде это окажут. Если человек лежит на улице, они не будут спрашивать, легал он или нелегал. Да. Они ему сначала окажут помощь. С работой, может быть, не будет такой помощи от агентства, так как мы помогаем. А тем более, уже нелегалы нельзя устроить никуда. Но нелегалы, собственно говоря, к нам и не ходят. Понимаете, в чем дело? К нам идут люди в наше агентство, в Immigrant Refugee Community Organization, те, которые через Resettlement Agencies, как Cattle Charities… Постойте, постойте. Но вот если человек, например, получил asylum, он идет по категории EFG? Да, он идет по Resettlement Agency. То есть он может к вам прийти, и вы ему что-то поможете? Он идет по направлению. То есть они его направляют. И это не только в Орегоне, это, наверное, навсюду так? Да, но везде разные программы. У нас эта сеть социальных сервисов очень развита. А правда, говорят, насколько Калифорния либеральная, так Орегон еще больше? Еще более либеральная. А у вас там вся жизнь вокруг столицы штата? Или есть еще жизнь за пределами? Конечно, есть жизнь за пределами. Ну, в смысле, люди живут там где-то еще? Я читал, что 95% населения живет в Портленде и окрестностях. Ну, наверное, да. Все-таки в Портленде больше всего людей. А где? Да. Допустим, в Сейломе живет часть населения. Сейлом – это наша столица. А, технически. Портленд – это не столица. Понял, понял. Это самый крупный город. Сейлом – это столица. Значит, кто живет в Сейломе? В основном люди, которые либо работают на Government, потому что это самый большой… А большой город Сейлом? Нет, маленький. А индустрии там как таковых нет. Там очень мало индустрий. Ну, везде есть сейлс, везде есть суппорт сервисы. Вот эти вот инфраструктуры. Слушайте, а вот почему так получается? Вот я понимаю, в Кремниевой долине народ бабло рубит, там, стак опшенс получает миллионами и так далее. Тут дорогой real estate. А у вас чего он дорогой? У нас он недорогой. По сравнению с чем? По сравнению с вашим, это вообще ничего. По сравнению с нашим вопросом нет. Ну, послушайте, скажем, у вас дороже, чем в Аризоне, например. У нас есть крупные эмплойеры. У нас есть Intel, у нас есть Nike, у нас есть Boeing. У нас сейчас построили Solar World. Им тоже надо люди. У нас есть Microchip. То есть есть работы? Да, конечно. А вот почему проблема возникает кого-то там пристраивать? Вот вы пристраиваете людей, а чего им не пойти и просто на работу не получить? Они идут и получают. Те, кто смотря какую работу они ищут. Правильно? Но системы везде одинаковые. Вы знаете это, я это знаю. Если человек хочет работать, мы делаем помощь, мы подталкиваем. То есть я буду делать резюме, я буду готовить к интервью, я буду делать cover letter, list of references, employment portfolio. Те документы, с которыми человек потом пойдет и будет нормально устраиваться, как положено устраиваться. Правильно? Не на все работы, допустим, нужен такой package. Если люди хотят устроиться на очень простую работу, убирать ресторан или там офисы какие-то или еще что-то. Может быть там не надо сильное резюме. Может быть там не надо сильное интервью проходить. Но надо иметь желание и быть flexible, правильно? Да. То есть быть гибким. Если они скажут, вы будете работать в субботу и воскресенье, то они не могут говорить о-о-о-о. А если с языком человек, например, как-то у него проблемы? Знаете, сейчас многие приезжают и вот не и… А сейчас спрашивают, можно ли устроиться на работу без английского языка? Совсем без, очень сложно. Ну, я их спрашиваю, если вам скажут take right or take left or put it down or pick it up, вы поймете или нет? Да. Вы не поймете, как вы будете выполнять работу как таковую. То есть все-таки немножко нужно? Чуть-чуть, но самый базовый разговор на языке. Это, собственно говоря, я и учу. Вот это часть моей работы. Я готовлю людей на карьеру и также я учу, называется work readiness English class. И вот мы там не базируемся на громаде… Ну, хорошие ребята приходят или такие, которые лишь бы отвалить, отсычковать там? Всякие разные есть. И я не могу сказать, что у меня однородная публика. Понял. У меня очень разнородная публика. У меня половина моего кислота – это эмигранты, и не только русские, и половина – это американцы. Ирина, давайте я покажу, что у нас тут на столе есть. Это вы принесли? Нет, это не мы принесли, мы это принесли. Цветочки принесли. Тоже красиво, крупный план. Ну, давайте мы переключимся на это, а потом завершим беседу, я батареечку изменю. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok